Первая программа в нашем списке это WinLaunch. С ее помощью вы сможете эмулировать Launchpad с macOS на Windows. Причем программа WinLaunch в отличие от множества аналогов является совершенно бесплатной. Я ее применять стал сравнительно недавно, но уже ощущаю насколько это удобно, так как я не любитель забивать свой рабочий стол массой ярлыков или файлов. К тому же WinLaunch легко настраивается. Мне, например, достаточно провести мышь к правому нижнему краю экрана и панелька всплывает. Но там легко можно настроить это дело на любой хоткей по вашему желанию. Особенно круто WinLaunch будет работать, кстати, на Windows 7. Тем не менее, даже на Windows 10 она работает без каких-либо сбоев или ощутимых осложнений. Еще следует учесть то, что программа более не разрабатывается и даже на официальном сайте скачать ее не получится. Но лично для вас в описании я оставлю ссылку, по которой вы сможете скачать самую последнюю рабочую и проверенную версию WinLaunch. Вторая в нашем списке программа это Eraser. Я думаю, не секрет, что когда вы удаляете файлы на компьютере, они по факту не удаляются. Можно даже потом корзину очистить, но файлы все равно можно будет восстановить. Но иногда бывает такое, что файл или папку хочется удалить раз и навсегда, чтобы даже FBR не смогли восстановить удаленные файлы с вашего жесткого диска. В этом как раз нам поможет одна из самых лучших в мире на сегодняшний день программ для безвозвратного удаления файлов Eraser. Принцип ее действия очень прост. Переписывать определенные участки на жестком диске раз за разом, пока они не уйдут в небытие. Там главное указать самый эффективный метод затирания в настройках, а именно метод Гутмана на 35 проходов. В целом программа иногда бывает очень даже полезной. К тому же она позволяет задать запланированную очистку каких-либо директорий или файлов, чтобы никто не узнал, что вы там у себя храните. На очереди у нас программа, от которой в целом нет никакой практической пользы. Разве что порадовать себя или удивить кого-нибудь. Это Push Video Wallpaper, позволяющая устанавливать видео, гифки и живые обои в качестве фона вашего рабочего стола. Сразу скажу, программа платная, хоть у нее и есть бесплатный тестовый период. В описании я оставлю ссылку на саму программу и также там после скачивания в архиве вы найдете инфу о том, где можно найти и скачать крутые видео обои. Например, такие, которые вы видите сейчас на своих экранах у меня. Что касается производительности, то я на своей машинке не почувствовал никаких проблем. Но здесь следует учитывать то, что у меня скорее high-end PC, нежели low-end. Так что как-то так. Но если у вас вдруг это будет подвисать, то не сразу можете удалять программу, точнее эту можете удалить, но попробовать какой-то альтернативный софт для создания видео обоев. Например, попробовать Wallpaper Engine или Dream Skin. Возможно, они у вас зависать не будут. Дальше у нас программа, которую реально использовал Элиот Андерсон из сериала Mr. Robot. Это софт Deep Sound, позволяющий методами стиганографии прятать важные файлы или любую информацию под видом самых обычных аудиотреков. Таким образом, Элиот в сериале записывал, казалось бы, обычные CD-диски с музыкой, но за ними он прятал совсем другие файлы. Если вставить такой CD-диск в компьютер или аудиоплеер, там будут отображены только музыкальные файлы и ничего больше. И только владелец этого диска будет знать, как достать оттуда истинные файлы. Так что, если вы хотите почувствовать себя в роли протагониста сериала Mr. Robot, тогда эта программа именно для вас. Да и вообще, это может быть иногда полезно, особенно когда не хочется оставлять файлы на открытом месте, где их может найти любой человек. Знаете, в последнее время везде идут какие-то блокировки. Пытаются заблокировать Телеграм, блокируют множество других сайтов. В итоге все работает с перебоями, а на некоторые ресурсы вообще не удается попасть. И здесь не помешает, на самом деле, иметь при себе неплохой и, что самое главное, бесплатный и рабочий VPN. Поэтому порекомендую программу Psyphon 3, о которой наверняка уже все слышали. Но если кто-то нет, значит я не зря сейчас об этом говорю. Этот софт совершенно бесплатный, а VPN там активируется буквально одним кликом мыши. После этого вы сможете пользоваться любимыми приложениями и посещать любые веб-сайты, которые попали под блокировки. К тому же там есть возможность выбрать страну, из которой будет происходить обход. В общем, софт известный, зарекомендовавший себя и поэтому очень даже годный. Наверное, мы все когда-нибудь видели крутые арты в интернете. Особенно приятно и удивительно, когда такие арты делают лично для вас. Но так везет далеко не всем. Так зачем ждать или просить кого-то нарисовать вам арт, если вы и сами можете это сделать? Причем немного потренировавшись, вы будете делать действительно крутые арты. И в этом вам поможет основная программа всех арт-отделов, если так можно сказать. В общем, это Psy. Именно с ее помощью на Изи можно сделать годный арт или вообще что-то подобное. Поначалу может показаться, что это сложно, но сегодня в Ютюбе можно найти тонны гайдов по теме. Посмотрев несколько из них, вы уже буквально через пару часов сможете набросать простой, но чертовски красивый ЧБ арт. Если кто не знает, то ЧБ это черно-белый. Еще немного научившись и потренировавшись, вы сможете уже раскрашивать свои арты, а затем удивлять своих друзей тем, какой вы мастер артов. В общем, ссылка на софт будет в описании под роликом. Десктоп Кэл Это действительно полезная программа для каждого человека, который не хочет что-либо забывать. Она разместит на вашем рабочем столе красивый календарь, на котором вы сможете отмечать нужные события, вписывать список дел на какой-то день и все такое. Особенно это полезно для фрилансеров, чтобы случайно не забить, то есть не забыть про дедлайн по какому-нибудь проекту. Помимо всего прочего, Десктоп Кэл показывает важные праздники, и это еще одна, пожалуй, полезная функция наряду со всеми остальными. К тому же программа совершенно бесплатная, легко и быстро устанавливается и также настраивается, а также работает совершенно стабильно, без каких-либо осложнений или вылетов. Вот уж точно разработчики Десктоп Кэл постарались на славу, за что им отдельное спасибо. Я честно не знаю, каким видеоплеером вы сейчас пользуетесь, но порекомендую тот, которым сам пользуюсь вот уже лет 7. Это Гомплеер. Совершенно бесплатный, современный и, что самое главное, стабильный и быстрый видеоплеер для Windows. Там самое главное после его установки закрыть ему выход в интернет, иначе он будет мучить вас рекламой в некоторых местах, но если закрыть ему доступ в сеть, то Гомплеер станет, если не самым лучшим, то как минимум просто хорошим видеоплеером. К тому же у него помимо основных функций есть много интересного функционала под капотом, в том числе возможность делать скриншоты, менять формат воспроизведения, а также годно его перематывать. Кстати, да, Гомп это единственный, пожалуй, видеоплеер, у которого действительно нормально работает перемотка видеоролика стрелками на клавиатуре. Все другие плееры в этом плане или требуют тонкой настройки, или вообще жестко тупят. И да, на этом, пожалуй, все. Я рассказал об очередной пачке интересных и полезных программ для Windows. Не забудьте, все ссылки будут в описании под роликом. А у микрофона, как всегда, был Хауди Хо. Если вам понравилось и вы нашли что-то полезное для себя, то обязательно поставьте лайк. Если же нет, то все равно поставьте лайк, не ошибетесь? Само собой подписывайтесь на канал и обязательно включите колокол вечных уведомлений, он там с кнопкой подписки рядом. Удачи вам и пишите в комментариях, о каком еще крутом софте вы лично знаете и каким пользуетесь. Субтитры сделал DimaTorzok